Я только что закончила шестой курс первого медицинского вуза. Также я работаю сейчас на двух работах в двух разных больницах. Одна больница перепрофилирована под ковид больных, а другая официально нет. Я работаю в реанимации и во второй больнице приемное отделение тоже считается красной зоной, так что можно сказать, я работаю в двух красных зонах. Родители очень за меня переживают, за все это время мы виделись с ними только два раза. Живу я уже не с ними, а с молодым человеком, он тоже работает в двух красных зонах. Одна из больниц у нас общая, а вот с родителями видеться не получается. Но они каждый день звонят после смены, как ты, как чего. И мама очень смешно всегда говорит, что она с одной стороны за меня очень боится, а с другой гордится. Самое мне, честно говоря, не страшно. Мой молодой человек переболел этой штукой бессимптомно, слава богу, а я при этом оказалась чистой, не заразилась, не переболела. Я как будто человек индиго, чьей суперспособностью является не заражаться ковидом, хотя, считай, жила в красной зоне. Не знаю, как-то так, везет. Я немного раньше, чем все началось, стала работать. Нам тогда сказали, что будут собирать людей поначалу на добровольной основе. А дальше уж, если добровольцев не наберут, то специально набирать людей будут, которые поедут в Шереметьево регистрировать приезжающих. Как раз наших соотечественников начали возвращать обратно, и народ ехал лавинами. Помню, мы выезжали ночью, потому что днем и утром работали те, кто работают в поликлинике, а по ночам работали те, кто работает в стационаре. Ты сидишь всю ночь в паре с врачом. Врач берет мазки, а ты заполняешь бланки. И вот с 8 вечера до 8 или 10 утра ты без остановки пишешь, 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 пишешь. Это огромный аэропорт, рейсы идут нескончаемо. Ну, про поспать вообще никто не говорит. Хотя бы просто выйти в туалет, там водички глотнуть тоже практически не было возможности. Я понимаю, что нахожусь сейчас в уникальном моменте. Когда все это только начиналось, когда мои друзья начинали возникать по поводу карантина, я возмущалась и говорила, понимаете, вы находитесь в историческом событии. И слава богу, что оно, как бы это правильно сказать, так мало нас задевает. Мы его по большей части наблюдаем, но не участвуем. Я несколько раз ловила себя на мысли о том, что раньше, когда начиналась какая-то эпидемия гриппа, я не знаю, или кори, многие надевали маски, я думала, интересно, а что, если все будут в масках? А сейчас я вижу, что все в масках, перчатках, и меня это уже не трогает. Я к этому привыкла. После работы я в основном сплю. И когда есть возможность, стараюсь выходить гулять. Ни с кем не общаюсь, естественно, иду просто подышать воздухом, потому что когда ты находишься в маске, дышать трудновато. И ты с такой свободой выходишь утром из больницы.